Этот видеоурок хочется посвятить такой теме, как текстуры и всему, что с ними связано. Урок будет нацелен на сталкер, однако почти вся теоретическая часть и способы создания бесшовных текстур будут актуальны для любых игр. Разберем все параметры и возможности, которые мы можем использовать и узнаем, для чего они. Урок будет очень полезен для новичков, которые еще не знают, за что и с какой стороны взяться в этой теме. Однако и опытные пользователи наверняка смогут подчеркнуть для себя много нового и полезного. Возможно, вы скажете, что в сети имеется весьма немалое количество уроков по этой теме, и по ней уже нечего рассказать, показать. Однако, как показывает практика, есть далеко не все. Да и большинство из имеющихся материалов узконаправленные, зачастую ориентированы на уже опытных мододелов, которые просто пришли освежить знания в памяти. Материала по некоторым моментам, особенно касающихся SDK, вообще не найти. За создание материалов для урока хочется выразить благодарность пользователям MMNIR и Unfaindful, разработчикам проекта «Другая сторона». Ребята собрали всю информацию вместе, подробно все описали и поделились всеми своими знаниями и секретами. Здесь также можно увидеть материалы сайтов Stalker, Wiki и Gameinator. И отметить полезность уроков Андрея Непряхина. В течение этого урока мы научимся в совершенстве пользоваться имидж-эдитором в SDK, разберем все его параметры и возможности. Поговорим о типах и форматах текстур, и покажем весь инструментарий, что вам пригодится. Также будет показан уникальный способ создания карты нормалий и карт высот в Photoshop, и два разных способа создания бесшовных текстур. Прежде чем начать путешествие в этот мир, отправим вас за инструментарием. Нам понадобится Photoshop, будет использоваться CS6 Extended версия, а также плагин DDS от NVIDIA. SDK 0.7 и маленькая утилитка под названием PixPlane. Все это без особых проблем можно найти на просторах интернета. Google вам в помощь. Нашли? Скачали? Установили и готовы продолжать? Поехали. В Stalker, как и в большинстве игр, используются текстуры в формате DDS, что расшифровывается как Direct Draw Surface. Почему именно он и что его выделяет из всего разнообразия форматов? Давайте разбираться вместе. Первое и самое основное свойство формата – это возможность сжатия, разжатия этой текстуры сразу в видеопамяти, без промежуточного конвертирования. Известно оно как DXT-сжатие. Также известное как сжатие S3. И оно очень простое. Вот как это работает. Изображение делится на блоки 4х4 пикселя. Для каждого блока находятся два самых важных цвета. Получившиеся два цвета хранятся в 16 битах в формате RGB 5.6.5. Для каждого из 16 пикселей в блоке хранится два бита значения, указывающие, как далеко он находится между двумя основными цветами. Эта простая схема, оказывается, удивительно работает. Можно добиться очень сильного уменьшения размера текстуры относительно исходника, а следовательно и уменьшения потребления видеопамяти. Всем же ее вечно не хватает, не так ли? Есть пять вариантов DXT-сжатия. DXT-1. Работает как описано выше, плюс некоторая дополнительная магия для кодирования альфа-канала. DXT-3. Цвет кодируется так же, как и DXT-1, а также хранит 4 биты значения альфа-канала в пикселе. DXT-5. Цвет кодируется так же, как DXT-1, а также подобная схема используется для кодирования альфа-канала. DXT-2 и DXT-4 были не очень хорошо продуманы попыткой стандартизации, и ничего дельного не вышло. Вы должны делать вид, что они не существуют. Подробно разбирать, как это работает, не будем. Слишком много цифр, схем и прочего, что способно взорвать мозг большинству зрителей. Все желающие могут поставить урок на паузу и пойти почитать, что написано по этому поводу, к примеру, на хабре. Следующей отличительной способностью этого формата будет использование MipMap технологии. Мало того, что наша текстура будет сжата по количеству пикселей на дюйм, будут еще и созданы ее уменьшенные копии, что идут в убывающей градации. Разрешение каждого следующего уровня будет уменьшено в два раза. Представим себе этот спутник перед нами. Вот мы подходим к нему вплотную. Отчетливо видно стыковочный шлюз и его ручку. Рисунки на солнечных батареях, провода на корпусе. Все в максимальных деталях. Отходим метров на 500. Уже видим все не так четко, можем различить рисунок на батареях, но ручку шлюза видно уже не точно. Отойдем еще на 500 метров. Там уже о деталях говорить не приходится, так как видим только очертания. Отойдем еще на 1000 метров и спутник превращается в силуэт. Примерно так и работает Mip уровня. Если объект находится близко, к нему применяется текстура максимального разрешения. При удалении от объекта заменяется на ее копию, но меньшего разрешения. Если еще дальше отойти от объекта, изображение будет еще меньшего размера. Это делается для того, чтобы не отрисовывать детали, которые мы все равно не увидим издалека. Помогает сэкономить ресурсы системы и избавит картинку от излишней четкости. Все гениальное просто. Но и на этом колдовство с MipMap уровнями не закончилось. К ним также применяется и фильтр. Он служит больше для эстетики и красоты, придавая уровням те или иные очертания. На картинке вы можете увидеть описание всех фильтров и то, как они выглядят. Иногда нужно подчеркнуть текстуру тем или иным способом. Фильтры для MipMap уровней призваны помочь нам в этом. И последней особенностью формата является альфа-канал. Альфа-канал. Канал прозрачности текстуры. Яркость пикселя прямо пропорциональная прозрачности текстуры в данной точке. Внимание! Это срабатывает для DDS, обычных 2D текстур. В других картах альфа-канал выполняет разные функции. Также в сталкере используется особый вид DDS текстур под названием Skybox. На самом деле они еще много где используются, но не имеют общей стандартизации. Skybox. Кубмэп. Это файл в формате DDS, содержащий в себе 6 разных текстур одинакового разрешения и не имеющими мипмапов. Используется для оформления небесного свода, построенного в виде куба. Порядок следования текстур стандартизирован. По свойствам формата DDS прошлись и все стало ясно. Однако, это далеко не все. Еще к этому формату применяется множество различных карт, которые также имеют свое название и обозначение. Начнем мы, пожалуй, с привычного, с развертки медведя из Metrolast Light. Что может быть привычнее? Diffuse Map. Это 2D изображение. Применяется для указания распределения цвета рассеянного света. Имеет второе название Albedo Map. Отличие Albedo от Diffuse – отсутствие теней. На эту карту смотрите внимательнее. Мы с вами такие потом будем создавать. Забегая вперед скажу, что это и есть тот самый зеленый бамп, который присутствует в сталкере. Normal Map. High Map – это изображение, хранящее направление каждого пикселя нормалей. Красный, синий и зеленый каналы управляют направлением каждого пикселя. Применяются для указания распределения нормалей, перпендикуляров, к поверхности. С целью увеличения уровня детализации ее рельефа. High Map. Это черно-белое изображение относительных высот рельефа. Высокие уровни поверхности обозначаются светлым цветом. Низкие – более темным цветом. В сочетании с картой нормалей реализуют эффект рельефной поверхности – Parallax Mapping. Также известна под названием Displacement Map. Также очень важная для сталкера карта. Ее неверная настройка создаст нам много проблем после генерации. Также обратим ваше внимание на этот момент, когда придет время. Specular Map – это черно-белое изображение, показывающее способность отражения материала. Чем светлее пиксель, тем больше материал отражает свет, и тем ярче на нем блики от света. Чем темнее пиксель, тем матовее материал. Для материалов керамической плитки и полированного металла могут использоваться светлые тона. А для ткани и дерева – темные. Ambient Occlusion – это черно-белая текстура, хранящая тени от рассеянного света. Они могут подчеркнуть рельеф изображения на основной текстуре. Еще есть карты Metalness – добавляет блеск поверхности, и Ralness – добавляет мелкой детализации. Однако это совсем другая история. Не могу не сказать, что PBR – Physical Based Rendering – уже добрался до сталкера, и в некоторых проектах можно увидеть первые эксперименты с ним. Итак, мы разобрали все типы карт, что существует для текстур на данный момент, и пришла пора узнать, что и как используется в сталкере. Bump – это та же карта нормалий с инвертированным порядком каналов. Причина использования такого порядка – DXT-компрессия меньше портит текстуру, так как альфа-канал не подвергается компрессии и остается практически неизменным. Создается бамп-карта из карты нормалий и карты спекуляра. Отсюда используется в основном карта света и теней. А вот эта серая и невзрачная на вид карта выполняет очень видимую роль. Исправляет ошибки компрессии DXT у бамп и генерируется автоматически в SDK. Альфа-канал содержит карту высот High Map к текстуре. Именно эта карта отвечает за придание объема текстуре. С текстурами и картами, а также всеми их параметрами покончено. Но как сталкерский движок распознает их и применяет именно те, что мы хотим видеть? Ответом являются небольшие THM-файлы весом около 200 байт, которые многие мододелы бездумно копируют от одних текстур к другим. Не делайте так. В THM-файлах хранится вся информация, считываемая движком о текстуре и бамп. Тип текстуры. Задействование, незадействование бампов, подкраска текстуры и альфа-канала, применяемый к ней материал и так далее. Позднее в SDK мы рассмотрим, какие параметры в них записываются и как это сделать. А пока создайте в своей голове правило. Не копировать эти файлы от одних текстур для любых других. Все помнят анимированный телевизор в базе Storing Gen? Некоторые из вас знают, как это сделано. Для тех, кто еще не в курсе, вот разгадка. Движок читает файлы формата. SEQ – это конфиг анимации текстур. Движок не умеет читать анимации. К примеру, те же GIF. Таким образом, для создания анимированной текстуры нам приходится делать ее раскадровку и записывать в конфиге с расширением SEQ. Создается из обычного TXT файла, которому потом просто нужно будет сменить расширение на SEQ. Число, указанное в начале файла – это количество сменяемых кадров за одну секунду. Подбор будущей бесшовной текстуры. Самый простой способ – это найти ее в интернете. Для этого есть такие сайты, на них можно найти, и даже бесплатно, то, что можно превратить в текстуру, просто перегнав в нужный нам формат. Но что, если вы не нашли там искомого? Или давить жаба выложить за тот или иной пак определенную сумму? Как превратить обычную фотографию в текстуру, да еще и бесшовную? Вот основная тема урока. Главная особенность такого типа перед другими. Она может быть выложена любое количество раз на плоскости, и вы не увидите швов или иных сильно бросающихся в глаза повторяющихся элементов. Пора бы сделать первый шаг в этом направлении. Выберем фотографию, которую превратим в текстуру, и начнем с условий, которым она должна отвечать. Скажу сразу, чем выше ваш навык владения фотошопом, тем большее количество материала для вас будет доступно. Первое и самое основное. Фотография должна быть сделана под как можно более прямым углом и крупным планом. Плагины по коррекции дисторсии могут вам помочь исправить положение изображения, но иногда овчинка не стоит выделки. Следующее – это наличие как можно меньшего количества разных выступающих и выделяющихся деталей. Потом меньше работать со штампом придется. Третье. По возможности равномерное освещение. Приближенное к реальному. В идеале, как в обычный солнечный день. Здесь опять же будет играть роль ваш навык владения фотошопом. Выравнивание света на фотографии может занять очень длительное время. Также не рекомендуется составлять будущую текстуру из множества частей. Особенно разных фотографий. Потом будет очень сложно замазывать стыки и делать ту самую бесшовность. Старайтесь брать фотографии как минимум того же разрешения, как ваша будущая текстура. А лучше – большего. Сейчас все более-менее приличные фотоаппараты умеют делать фотки разрешением больше 2К. А нам для сталкера больше и не нужно. Ибо SDK и эти текстуры не особо хорошо жует. Конечно же, есть еще множество разных условий и параметров. Однако идеального материала не бывает. Все требует доводки. Итак, текстуру выбрали. Для теста будет взята вот эта фотография. Теперь будем превращать ее в бесшовную текстуру. Разбор программы PixPlant. Надеюсь, вы уже скачали эту программу. Ее легко найти в интернете. Поэтому специальных ссылок делать не будем. С ее помощью, не прилагая особых усилий, создадим бесшовную текстуру. Все, что нужно будет сделать – несколько кликов левой кнопкой мыши. Звучит очень просто. Так оно и есть. У этого способа есть свои плюсы и минусы. Открываем программу. Видим вот такое окно, где нам предлагается выбрать, что же мы хотим от программы. В нем, по сути, все возможности. Разберем их все по ходу движения. А пока начнем создавать бесшовную текстуру. Выбираем разрешение выходного изображения. Создавать будем 2К текстуру, то есть 2048 на 2048. Что примечательно, загрузить можно источник как более высокого разрешения, так и более низкого. В первом случае она будет много повторяться, а во втором от нее будет отсечена некоторая часть. Рекомендую вам использовать исходник примерно того же размера, что и выходная текстура. Метод тайлинга, то есть способа создания текстуры, менять смысла не имеет. Множество экспериментов привело к выводу, что лучше этого способа в ней нет. Впрочем, вам от экспериментов отказываться не стоит. Кто знает, с какими целями вы собираетесь ее использовать. Теперь выбираем исходную текстуру. Она сохранена на рабочем столе. Находим, загружаем ее, и программа тут же генерирует первый вариант. Делает она это в случайном порядке. Всего можно создать 5 уникальных генераций. Поэтому нажимаем на кнопку Generate еще 4 раза. Теперь есть 5 вариантов бесшовных текстур. Все, что находится вне квадрата, в середине, это стыки с такими же текстурами. То есть, сразу видим и можем оценить, насколько она бесшовна. Теперь выбираем текстуру, на которой будет меньше всего различных деталей. Это те, что будут сильно бросаться в глаза и, соответственно, множество раз повторятся. На этой текстуре это корень и камушек. Вот эту текстуру нужно будет еще раз обрабатывать и уже в фотошопе. На этом возможности программы исчерпаны. Но есть еще 4 варианта. Давайте же их посмотрим. На этом изображении в стыке как раз попадает корень и камень. И вы уже можете увидеть, как это будет выглядеть. Представьте, что у вас большое поле, по которому эти камни и корни разложены сотнями. Совершенно одинаково. Где же тут бесшовность? Следующий кадр тоже не подходит. Причина в том, что в нижней части экрана произошло большое наслоение одинаковых кусочков текстуры друг на друга. Из-за этого появилась рябь. И размножившись в сотни раз, она будет очень сильно рябить у вас в глазах. Смотрим дальше. Выглядит неплохо. Есть два камня, но их будет легко убрать при дальнейшей обработке. А больше глазу зацепиться не за что. И вот первая генерация. Выглядит хорошо, однако углубления и выступы на ней очень ярко выражены. С ними будет много проблем. Перед нами непростая задача выбрать вариант, что нас устроит. И это будет вариант номер пять. Да, на нем есть ярко выраженные элементы. Но их легко будет убрать. Вас никто не заставляет поступать точно так же. Фантазия и авторский замысел важнее. Сохраняем выбранное изображение. Тут есть еще некоторые инструменты, что могут помочь. Они позволяют использовать определенную часть картинки и смогут помочь избавиться от деталей. Однако весьма редко пригождаются. Сохранять текстуру будем в формате TGA. Бесшовную текстуру создали, но на этом возможности программы не закончились. В ней еще можно создавать все процедурные карты для сталкера. Немного ранее мы их все разобрали. Как же это сделать? Заходим во вкладку 3D Maps. Выбираем пункт All. То есть все. И три раза нажимаем ОК. Программа автоматически подобрала все процедурные карты. И теперь их можно донастроить по своему вкусу. Каждая карта регулируется по отдельности. Есть куча разнообразных настроек и изменения можно увидеть в режиме реального времени. Получается довольно интересно. Можно залипнуть на некоторое время. Вы можете вывести все карты по отдельности и потом склеить их в фотошопе. Для создания бампов понадобится лишь карта нормалей и спекуляра. Программа отлично подходит для изменения какой-то определенной готовой процедурной карты или же ее создания. Неплохо подойдет для ручного улучшения текстур. В особенности для текстур, накладывающихся непосредственно на модель. На этом закончим с PixPlant и перейдем к следующей части. Создание бесшовной текстуры в фотошоп. Сейчас рассмотрим ручной способ создания бесшовной текстуры при помощи фотошопа. А также доведем до ума текстуру, сгенерированную в PixPlant. Разницу между этими способами вы в итоге наглядно увидите. Дальше дело выбора. Кому что больше понравится. Открываем наш оригинал и уже созданную текстуру. Для того, чтобы всем было вполне понятно, что и как, будет использоваться версия CS6 Extended на русском языке. Начнем с оригинала текстуры. Первым делом преобразовываем его в смарт-объект. Это нужно для последующего изменения размера фотографии. Ведь сейчас у нас прямоугольная текстура, а нужен квадрат 2048 на 2048. Хотя в сталкере встречаются прямоугольные текстуры вида 1024 на 512 или 256 на 1024 и так далее. Так что все зависит от того, что и для чего вы делаете. Главное верные пропорции и размеры текстуры кратные двум. Иначе получите вылет, по которому и не догадаешься в чем причина. Зажимаем комбинацию Ctrl-Alt-C и откроется окно изменения размеров холста. Надеюсь, все знают, в чем разница между размерами холста и изображения. Не путайте. Теперь мы обрежем его до размеров 2048 на 2048. Выберем, какую часть картинки будем использовать как текстуру, а также равномерно растянем ее до краев. Изменим размеры нашего слоя, нажав комбинацию клавиши Ctrl-T и растянем текстуру по высоте. Дальше выберем, какую часть картинки мы будем использовать. Выбрав желаемую часть, обрежем оставшееся вне холста. Открываем свойства слоя и выбираем опцию «Выполнить сведение». Заготовка для текстуры готова. Теперь пора делать ее бесшовной. Открываем вкладку «Фильтры», другое «Сдвиг». Этот фильтр сдвинет нашу текстуру, показав нам ее края. Теперь смотрите внимательно. В значение смещения по вертикали и горизонтали мы должны вписать значение разрешения, поделенное на 2. Сейчас текстура 2048 на 2048, значит вписываем 1024 и 1024 соответственно. Будь она 512 на 1024, вписывали бы 256 и 512. Все верно сделав, увидим вот такую картинку. Вот стыки или швы, текстуры. Именно так они будут выглядеть в игре, оказавшись на большой плоскости. Теперь будем их замазывать при помощи инструмента «Штамп». Увеличиваем размер кисти штампа до нужного размера и начинаем работу. Старайтесь не делать его огромным. Наша задача аккуратно замазать стыки, чтобы их не было видно и не возникало ощущения вмешательства. Все должно выглядеть естественно и натурально. Для тех, кто не знает, как работает этот инструмент. Выбираем часть, которую будем накладывать сверху имеющиеся. Для выбора нажимаем «Альт». Теперь этот кусок можно наложить сверх того, который хотим изменить. Начинаем замазывать наши стыки. Старайтесь не брать все из одного места. Экспериментируйте и не бойтесь быть рандомными. Регулярно меняйте места, откуда берете те или иные элементы. Для владевания этим нехитрым способом нужно некоторое время и хорошо бы творческую фантазию. Чем меньше на картинке ярко выраженных элементов, тем проще этот этап. К примеру, совмещать стыки у кирпичей или кусков плитки сложнее всего. И, кстати, программа PIXPLAN тут совершенно не справляется. Все приходится делать вручную. Вот, стыков больше не видно. Остались некоторые моменты и детали, которые сильно выделяются. Возможно, на первый взгляд так не кажется, но вы будете удивлены, насколько сильно может выделяться что-то даже совсем невзрачное. Пора вернуть текстуру в исходное положение. Нажмем Ctrl F, повторить действие, и текстура примет свое первоначальное положение. Уберем еще некоторые слишком выделяющиеся элементы, тем же штампом. Постарайтесь взглянуть на текстуру издали, что вы на ней заметите. Это и убирайте. В среднем нужно сделать больше десятка текстур одного вида, дабы больше не ошибаться с деталями. Закончив, посмотрим еще раз наши стыки. Нажимаем Ctrl F, видим, что стыков больше нет. И особо повторяющихся и выделяющихся элементов тоже. Вернем текстуру в первоначальный вид. Смотрите, не запутайтесь, в каком виде у вас текстура. Хотя на этом этапе уже не важно, в каком она положении. Вот и создана бесшовная текстура ручным путем. Это самый простой способ, без рассматривания подготовки текстуры. То есть, у нас все в норме с наклоном, с освещением и элементами. Смысл должен быть понятен. Если вы выбрали что-то не совсем похожее на то, с чего начали, постарайтесь привести в соответствующее состояние. Есть еще один способ, которым можно воспользоваться, но он не является эффективным. Состоит в следующем. Делаем на одном холсте копию текстуры и зеркалим ее. В итоге один из краев будет идеально соприкасаться. Но все остальные будут требовать очень долгой и скрупулезной работы со штампом. Дабы избежать ощущения полной симметрии. А избавиться от нее будет очень сложно. Вернемся к текстуре, сгенерированной в PixPlant. Ее надо немного доработать. Прежде всего проверим ее края, чтобы убедиться в ее бесшовности. Фильтр не менялся, поэтому вновь нажимаем Ctrl F и текстура сдвигается. Швов нет, но есть много различных деталей, бросающихся в глаза. Так что в этом плане машина нам все же небольшой помощник. Хотя бывают случаи, когда руками никак не получается. В этих случаях подправить мелкие элементы. После машины генерации самое то. Вернем все обратно. Замазываем корень, следом за ним камень. По сути текстура готова. Итого, создано два варианта бесшовной текстуры из одного исходника. Сделаны они разными способами. Какой из них лучше, решать вам. Очевидно, что на машинный способ было затрачено больше времени и действий. И по личному опыту, редко когда не нужно его корректировать. Поэтому по старинке. Проще ручками. Сравним полученную. Итак, технологии создания бесшовных текстур овладели. Теперь можно начать создавать бампы.